Женя, вот смотри, я в интернете за последние два дня наткнулась на массу статей, которые учат женщин зарабатывать деньги, делать карьеру, расти финансово, материально, покупать машины и так далее, красить лица, выщипывать брови и куча действий, которые направлены вовне, но не направлены вовнутрь. И при этом женщины, которые увлеклись вот этими играми, потом задают вопросы, как быть счастливой, как выстроить отношения, где найти гармонию, вот я вся такая богатая, карьерная, обеспеченная, а мужика у меня нет, оплачу я в подушку, а проблемы с ребенком, и понеслась, понеслась бытовуха, и эта бытовуха рождает внутреннюю боль. Вот я знаю, у тебя есть и женские программы и так далее. Вот что делать женщине, у которой сейчас болит? Вот у нее свое болит, но вот это болит сейчас просто идет фоном. Ну, можно коротко ответить, а можно ответить немножко распространенно, а можно ответить очень долго, тема очень интересная такая, я знаю, она очень больная. Но если коротко, то такой женщине нужно стать женщиной. Она сделала из себя ломовую лошадь, она сделала из себя мужика, поэтому у нее нет мужика, поэтому у нее нет счастья, обычного женского счастья я имею в виду, поэтому у нее нет детей, поэтому она вот такая вот разнесчастная, вся такая разбитая и непонятно какая. Женщине прежде всего нужно понять, что женщина – это уникальное существо, уникальное создание, я очень люблю работать с женщинами, потому что это настолько пытливый ум, это настолько высокая динамика преобразования, конструирование, создание, изменение, волосы дыбом порой встают. Но когда ко мне приходит женщина с подобными запросами, мы прежде всего начинаем разговаривать о том, от чего, собственно, женщина хочет. Да, вот говорят все такое, все говорят, счастья хочу, любви хочу, там, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. А мне встречный вопрос, а что такое счастье? А что такое любовь? А что такое дружба? И что такое успех, в конце концов? Понимаете, мужику эти вопросы задавать бесполезно. Ну, если кто-то там когда-то осмелится прийти ко мне на подобный семинар, то я скажу почему. Сейчас это просто не нужно этого делать. А женщине этот вопрос задавать обязательно нужен. Почему? Потому что, если наша сознательная или бессознательная, или еще как-то хотите, назовите, не знает, куда ему идти, оно туда не пойдет. Если вы не можете сказать, а что такое счастье для вас? А что такое любовь для вас? Что такое дружба для вас? Что такое для вас успех? То есть, извините меня, а что делать вашему бедному мозгу? Куда вообще, в какую сторону направиться? И как, опять же, я убедился в своей практике, абсолютное большинство людей, и женщин в том числе, на эти вопросы ответить не могут. Ну, как быть? Вот я представляю себя на месте вот этого мозга, который его терроризирует, его мучают, его над ним издеваются, и хотят от него чего-то получить. А чего, собственно, получить, они сами не знают. Да? Вот такой вот конфликт получается. Следующее. Нужно четко понимать, что на женщину возложено много чего. Если для мужчины там в его жизни есть одна реализация, то у женщины три. Вот нормальная женщина, счастливая женщина, ей нужно реализоваться, я не говорю, что должна, ей нужно реализоваться по трем направлениям. Первое направление – это направление жена. Ей нужно реализоваться как жена. Второе направление – ей нужно реализоваться как мать. И третье направление – ей нужно реализоваться в социуме. Социальная программа выполнить. Если у мужика только социальная программа, то у женщины три. Понимаете, да? Что такое реализоваться как жена? Научиться управлять вот этой самой ячейкой под названием «семья». Если мужчина думает, что он глава семьи, пусть думает. Но вы знаете, что глава семьи – женщина. Да, у вас роль серого кардинала. Но вы управляете… Вот голова – голова. Есть такая вот… Мужчина – это голова, а женщина – это шея. Вот совершенно точно. Куда женщина скажет, куда женщина покажет, туда мужик и побежит. Как бы это ни грустно ни звучало, мужчина в руках женщины – женщины. Не бизнес-вумен, а женщины. Это инструмент. Ну, как бы неприятно, я понимаю, неприятно это звучит, но тем не менее это так. Поэтому вот те женщины, которые воют, плачут в подушку и мечтают о счастье, им прежде всего нужно для себя ответить на вопрос, а что такое любовь, счастье, дружба, успех, именно в этой очередности, ни в какой другой. Второе. Им нужно для себя определить, что она из себя представляет как женщина. Что она представляет не так? Какой представляет она себе женщина? Я женщина. Что значит для нее женщина? Что значит для нее жена? Что значит для нее мать? Вот эти вопросы нужно задать. На них нужно дать ответ. И не просто там этот ответ высосать из интернета или из какой-то книги. Нет. Для того, чтобы дать ответы на эти вопросы, нужно взять листок бумаги, взять несколько авторучек, послать всех далеко и надолго, уединиться, поставить перед собой стопку чая и погрузиться в саму себя. Ни в какие-то там, ни в книги, ни в интернет. Нет. Именно в саму себя. И честно, честно перед самим собой, перед самой собой ответить вот на эти вопросы. На бумаге. Вот с этого, с этого нужно начать становиться женщиной. И не ждите, что вам упадет на голову манна небесная. Нет. Определите для себя, что это, кто вы. Ну, а тогда начнется движение. Вот. Примерно так. Вот так.